Как найти и применить в геометрических нодах Boundary Edges или Граничные Edge Mesher? Они могут быть использованы в процедурном моделировании как основа для построения геометрии или для эффекта, зависимого от расстояния. В этом видео я покажу, как сделать бордюр, забор участка, а еще как использовать расстояние от граничных edges до копии объекта в качестве атрибута. Благодаря такому атрибуту размноженные по поверхности объекты могут менять масштаб, менять материал, наклон и даже переключаться на другие объекты в зависимости от расстояния до граничных edges. Граничные edges Mesh или Boundary Edges это edges между полигональной сеткой и пустым пространством. Они могут быть как границами внешнего контура Mesh, так и границами отверстий внутри сетки. У Solid объектов, то есть у объектов с замкнутой поверхностью без швов и дыр, таких как сфера, куб, тор, труба, цилиндр, граничных edges нет и не должно быть. В геометрических нодах границы найти достаточно легко. Для этого нужна нода Edge Neighbors, что значит соседи edges. Под соседями в этой ноде подразумеваются фейсы, соседствующие с каждым edges. Нода Edge Neighbors выдает значение атрибута FaceCount, это число фейсов для каждого из edges Mesh. Важные условия, при котором фейс считается соседом. Edge должен не просто находиться рядом с фейсом, а являться его образующей стороной. Поэтому разорванные edges, накладывающиеся друг на друга, являются граничными, и сосед фейс у них только один. Ноль соседей. Бывает, что у edges совсем нет соседей, это происходит, когда он сам по себе, как обычная линия, то есть не формирует фейс. Один или два соседа. В самом типичном случае, с обычной поверхностью, у каждого edges один сосед, если это boundary edge, то есть граничный, либо два соседа фейса, если edge находится внутри сетки и является общей стороной для двух полигонов. В отдельных случаях у edges может быть больше двух соседей, это когда edge является образующей стороной сразу для нескольких фейсов. Такие случаи считаются исключительными, поэтому сравнивать значение faceCount с числом больше двух чаще всего не нужно. Мы выяснили, что у граничных edges только один сосед фейс, поэтому, чтобы получить границы, нужно просто сравнить значение edge neighbors с единицей при помощи ноды сравнения значений compare в режиме equal и отделить нужную геометрию. Полученное булево значение, а точнее массив значений или поле, теперь можно подключить как фильтр выделения в ноду separate geometry. В самой ноде separate geometry необходимо выставить режим edge. Таким образом можно получить граничные edge, отделенные от основной геометрии. Separate geometry разделяя геометрию на два потока. В первом потоке геометрия, которая попала в выделение, во втором оставшаяся геометрия. Но если у вас ингоны, формирующие edge, которых являются одновременно граничными edge, то при отделении ноды separate geometry фейсы этих ингонов просто так не удалятся. В ингонах внутренних edge нет, фейс сформирован внешним контуром, поэтому он остается вместе с отделенными edge. Нода separate geometry специально фейсы не удаляет, она лишь отделяет одни edge от остальной геометрии. Если нужны только edge без фейсов, то можно просто удалить сами фейсы нодой удаления геометрии Delete Geometry в режимах Face и Only Faces. Теперь как использовать edge в геонодах. Пример с бордюром. При помощи ноды Extrude Mesh в режиме Edges экструдирую edge по оси Z. Для этого нужен вектор 001, подключенный к значению вектора направления экструдирования Offset. Вот эти плоскости, полученные экструдированием edge, соединим с оригинальной геометрией. Я применю гибридный подход, заключающийся в использовании геонод и еще одного модификатора. После модификатора геометрических нод я добавлю модификатор Solidify, создающий оболочку с толщиной для полигональной поверхности. Модификатор Solidify следует переключить в режим Complex. В этом режиме на угла геометрии рассчитывается корректное смещение и Mesh получается без сжатия в переломах, то есть с равномерным утолщением по всей форме. Сейчас действие модификатора распространяется на всю геометрию. Но есть одна хитрость, этот модификатор обрабатывает только Mesh геометрию, полученную модификатором геонод, а инстансы игнорируют. Поэтому в геонодах я всю геометрию, кроме стенок, конвертирую в инстансы нодой Geometry to Instance. Теперь все работает почти как нужно, за исключением одной вещи. Вот здесь Solidify сработал не очень хорошо, причина в нормалях некоторых эджей. Не во всем контуре они ориентированы согласованно. Если посмотреть на грани экструдированного контура через Overlay в режиме Face Orientation, то можно увидеть, что некоторые из них вывернуты. Но решается эта проблема довольно простым хаком. Нужно сначала просто превратить Mesh в кривую нодой Mesh to Curve, а кривую снова в Mesh нодой Curve to Mesh. И больше нет случайно вывернутых плоскостей, как нет и проблем в модификаторе Solidify. Следующий пример – ограждение. Сейчас я не буду его разбирать подробно, а просто покажу, как это работает с готовой нодовой группой, которая создает ограждение из полилинии. Группа довольно простая внутри, она выглядит вот так. Теперь примеры со скаттером. Я размножу сферы по поверхности при помощи нод Distribute Points on Faces, которая создает распределенные точки на поверхности Mesh, и Instance on Points, которая превращает эти точки в инстансы, то есть копии нужной мне геометрии. Distribute Points on Faces будет в режиме Poisson Disk, с небольшим минимальным расстоянием между копиями, чтобы размноженные инстансы не накладывались друг на друга. Теперь я хочу, чтобы на определенном расстоянии от границ у меня не было копии объекта, чтобы была такая буферная зона. Для расчета этого расстояния я использую ноду Geometry Proximity, которая определяет ближайшие точки на целевом мэше. К этой ноде я подключаю целевую геометрию, то есть найденные границы. Так как это набор Edges, нужно Geometry Proximity переключить в режим Edges. Полученное расстояние Distance это расстояние от каждой из точек, распределенных по поверхности до ближайшей точки границы. Distance я сравниваю с нужным мне расстоянием нодой Compare в режиме Greater Than, то есть больше чем. А получившийся набор булевых значений подключаю как маску, или иначе говоря как фильтр, к значению Selection ноды Instance on Points. Теперь инстансы на определенном расстоянии от границ исчезают. Поменяв режим на Less Than в ноде Compare, можно инвертировать результат. Теперь инстансы сохраняются на определенном расстоянии от границ, а не удаляются. Рассмотрим изменения масштаба инстансов в зависимости от расстояния до границ. У меня все инстансы одинакового размера, и я хочу изменить это. Для этого я значения Distance ноды Geometry Proximity подключаю к сокету Scale ноды Instance on Points. Чтобы масштаб был адекватным, я преобразую значения расстояния через ноду Map Range. Про ноду Map Range я уже подробно рассказывал в видео с зацикленной анимацией. Кому интересно, ознакомьтесь по ссылке. Здесь я Map Range использую для преобразования расстояния в масштаб и контроля этого масштаба. Рекомендую включить галочку Clamp, чтобы масштаб ограничивался получаемым диапазоном, и инстансы не масштабировались больше, чем нужно. Теперь переключим объекты при помощи того же самого сравнения нодой Compare, которая была использована для удаления инстансов. Для этого я создам два объекта Mesh Primitive и объединю их нодой Joint Geometry. Как только я объединил два объекта, они стали одним Mesh, и он сам не разделится на части ноды Instance on Points, даже если включить опцию Peak Instance. Значение Peak Instance, то есть использовать инстансы, предполагает, что на вход в геометрический сокет Instance поступает один или несколько инстансов. Если поступает голый Mesh, то есть набор полигонов, которым является любой Mesh Primitive, он же внутри ноды преобразуется в Instance. Но до подключения это просто набор полигонов в пространстве. И с такой геометрией Peak Instance не работает. На входе нужны инстансы. Для этого нужно каждый примитив превратить в Instance нодой Geometry to Instance до объединения нодой Joint Geometry. И вот теперь можно нажать Peak Instance, чтобы разделить инстансы по их индексам. Индекс это порядковый номер. Благодаря этой опции инстансы с разными индексами будут чередоваться. В одной точке будет всегда только один инстанс. Но чередоваться они будут только если их не контролировать через параметр Instance Index, который позволяет выбирать с каким именно индексом Instance используется и при каких условиях. А контролем индексов я как раз сейчас и займусь. Здесь еще важный момент. Порядок подключения к ноде Joint Geometry. От него зависит индекс инстанса. Объект, подключенный первым, в самом верху будет иметь наименьший индекс, то есть 0. А в самом низу будет самый большой. Вот в каком порядке все подключено, такие индексы и будут у объектов. А теперь собственно переключение индексов. Сделаю переключение через ноду Switch в режиме Integer. Значением для каждой точки будет ложь или истина. И эти значения будут переключать индекс инстанса для каждой точки на 1 или на 0. И если это значение подключить к сокету параметра Instance Index в ноде Instance on Points, то объекты будут переключаться в зависимости от расстояния. Я создам еще один примитив. Конус превращу в Instance и подключу к ноде Joint Geometry третьим по счету. Его индекс будет 2, так как счет индексов начинается с 0. Пока ничего не изменилось, но давайте я поменяю порядок связей. Теперь конус появился в размноженных объектах, а цилиндр исчез, потому что инстансы, цилиндра и конуса поменялись индексами. У конуса теперь индекс 1, а у цилиндра индекс 2. В ноде Switch я изменю значение индексов. Если нужно переключаться между тремя инстансами и более, то такое распределение можно решить нодой ColorRamp и нодой Math. С материалом все немного сложнее, но все разрешимо. Во-первых, нет смысла наносить материал на точки, по которым будут размножены инстансы, потому что это просто точки. Материал от них не наследуется. Во-вторых, наносить материал на инстансы до их размножения тоже бессмысленно. После размножения нодой InstanceOnPoints добавляем материал нодой SetMaterial. При попытке использовать сокет параметр Selection самой ноды SetMaterial мне не удалось отделить нужные инстансы даже переключением домена геометрии. Поэтому я использую ноду SeparateGeometry, чтобы разделить инстансы на два потока и назначить на каждый из них свой материал. Этот способ работает хорошо, даже без необходимости захватывать атрибуты ранее созданной геометрии. Я использую такое же значение Distance ноды Geometry Proximity, пропущенное через ноду сравнения Compare в режиме Greater Than, которым я удалял инстансы. Скопирую ноду Compare с сохранением входящей связи сочетанием клавиш Ctrl-Shift-D и подключу ее к сокету Selection ноды SeparateGeometry. Таким образом, инстансы разделились на два потока. На те, что ближе к границе и на те, что дальше от нее. Можно еще побороться за не сильно четкие границы между разными цветами, чтобы было более естественно, особенно если такой способ будет применен для рассадки растений. Это решается нодой Random Value в режиме Flow. В ней можно задать значениями Min и Max нужный разбег распыления границы, лучше задавать одинаковые по модулю положительные и отрицательные значения. И теперь можно подключить поле этих случайных значений вместо числа в сокет B, ноды сравнения. Но теперь нужно контролировать смещение. Тут все просто. Нужно лишь добавить какое-то число к значениям ноды Random Value, нодой Math в режиме сложения Add. Это и будет смещение. Вот такая простая дополнительная связка из двух нод. Еще один интересный эффект. Повторение. Можно создать нодой Math в режиме Wrap, если ее добавить к атрибуту расстояния перед Greater Than. Значения Min и Max для Wrap контролируют толщину волн и их частоту. И еще один из самых интересных эффектов, реализуемых при помощи контура из граничных эджей, это ориентация наклона. Для получения этой ориентации нужно вычислить направление наклона для каждого инстанса. Вектор направления – это разница между положением инстанса и положением ближайшей точки на контуре. За положение инстанса отвечает нода Position, а за положение ближайшей точки на контуре – значение Position в ноде Geometry Proximity. Вычисляю вектор направления ноды Vector Math в режиме Subtract. И теперь, чтобы ориентировать наклон по этому вектору, я подключаю поле вычисленных векторов направления к ноде Align Euler to Vector в Socket Vector. В самой ноде выбираю ось Z, а режим Pivot – Auto. Значение вращения Rotation этой ноды я подключаю к Rotation в ноде Instance on Points, через которую размножены инстансы. Каждый инстанс наклонился по направлению к ближайшей точке на контуре. Чтобы получить постепенный наклон к краям, я использую значение атрибута Distance из ноды Geometry Proximity, подключенная к фактору ноды Align Euler to Vector. Только его надо преобразовать через ноду MapRange. Границы исходного диапазона от 0 до 1, преобразованный диапазон от минус 1 до 0. Но все получилось не очень гладко. Это заметно по распределению наклонов на углах. Причина в том, что ближайшая точка на контуре из граничных эджей вычисляется по кратчайшему расстоянию. Внешние углы практически никогда не бывают ближайшей точкой, а внутренние наоборот притягивают как можно больше инстансов. Чтобы исправить это, нужно сгладить контур, точнее его копию. Для сглаживания контура у меня есть готовая связка. Преобразую Mesh в кривую, нодой Mesh to Curve. Затем перестраиваю кривую с нужным мне шагом нодой Resample Curve. Я подобрал вот такой 0.28. Этот шаг нужно будет подстраивать индивидуально под ситуацию. Затем меняю тип кривой на без Е, нодой Set Spline Type. Пока изменений не видно. Нужно сбросить хендлы направляющих точек кривой, установив для них автоматический режим нодой Set Handle Type. На этом этапе кривая уже сглаженная, но я дополнительно сглаживаю контуры еще больше. Нодами Set Position и Blur Attribute. Я размываю значение Position нодой Blur Attribute и подключаю к сокету Position нодой Set Position. В ноде Blur Attribute достаточно 6 итераций. Более сильное сглаживание может негативно повлиять на результат. Теперь сглаженный контур нужно подключить как целевую геометрию к ноде Geometry Proximity вместо ломаного контура. Но сначала нужно преобразовать его обратно из кривой в Mesh, потому что Geometry Proximity не работает с геометрией кривых. Важный момент. Определять расстояние, необходимое для отсечения точек, переключения цветов и индексов, следует нодой Geometry Proximity с подключенным к ней ломаным контуром. Для ориентации наклона нужна отдельная нода Geometry Proximity с подключенным к ней сглаженным контуром, иначе появится проблема на углах. Также можно добавить отсечение инстансов на небольшом расстоянии, чтобы результат смотрелся естественней.